Добрый день всем! Смотрите, какие у меня замечательные мышки получаются. Это я занялась пошивом символа года. Мышата. Могу и вам показать, как я это делаю. Беру ткань. В данном случае она у меня состоит из двух лоскутов. Я сшила, соединила. Вот здесь прямая сторона. Я на ней откладываю 15 см. Делаю меточку. С другой стороны тоже делаю меточку 15 см. И теперь, чтобы прочертить мне часть окружности, мне надо таких меточек поставить несколько. 15 см от центра, отсюда. И откладываю. Это у нас будет тельце этой мышки. Так, теперь мне надо соединить эти меточки между собой. и вырезать этот кусочек ткани, но делая припуски вот примерно 5 мм. Вот здесь мне нужно вырезать, разрезать. Вот что у меня получилось. Выкроила. Теперь на бумажке я нарисовала вот такие такой формы. Можно сказать, что это полукруг. Вот так. Полукруг. Значит, диаметром 5 см. Высотой где-то 4 см. Эта у меня заготовка на ушки пойдет. Ушки я сейчас буду кроить. Беру ткань, светлую, в данном случае у меня розовая. Также на изнаночку кладу. Прикладываю мою выкройку и обвожу тоже ее ручкой. Одно ушко и второе. Оставляю припуски. Здесь пойдет припуск и тут пойдет припуск. По этим линиям, которые я рисую, буду шить. Это одна часть ушек. Вторую часть ушек я сделаю с такой же ткани, как будет сама мышка. Также на изнанку кладу. Прикладываю выкройку. И обвожу. Таких тоже нужно две детали. отступаю на шов. И краю с припуском. Вот так припуски будут. Вот вырезала выкройки ушек. Теперь лицевая сторона и здесь лицевая. лицевую на лицевую кладу. Скалываю ушки. Даже вот так. Двумя иголочками будет достаточно. И здесь мне нужно прошить на машинке вторую так же. Второе ушко точно так же. Лицом к лицу. Одну иголочку. Еще одну. И прошиваю на машинке. Покажу сейчас как. Ухо прошила. Одно ушко прошила. Теперь не отрывая нитки сразу сюда подставляю второе. И начинаю дальше шить. иголочки по мере необходимости вытаскиваю. Вот прошила я оба уха. Вот здесь я их разделяю. И теперь на каждом ушке делаю надрезы вот такие. Чтобы мне легче было вывернуть. Надрезы делаю не доходя до шва. На одном и на втором. Так же. Все. Выворачиваю. Вот так вывернула. С одной стороны один цвет, с другой, с другой цвет ушка. Теперь мне нужно немножко их вот здесь сделать складочки. Одну складку делаю и вторую. Скалываю иголочкой. Одно ухо у нас получилось. Теперь второе складочку. Одну делаю и вторую. Вот такое ушко. Теперь здесь мне нужно их прошить, чтобы складочки не разошлись в процессе работы. Кладу под машинку. опускаю. Начинаю шить. Иголочку потихонечку вытаскиваю. Помогайте себе немножко руками. Потому что ткань здесь толстая получается. Вот. Одно прошло. Сейчас второе прошьем. беру светлую ткань такой же как ушки розовую. Отметила себе расстояние от уголка 7 сантиметров сюда, 7 сантиметров сюда. Ну и припуск на шов сделаю. Поэтому вот здесь где-то я ее обрежу. Вот по этой линии обрежу. Вот. 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 вот такая у нас мордочка будет у этой мышки. Где-то посередине отметку сделаю ручкой. Это будет середина ее головы. Вот от этой середины я должна вставить вот эти ушки в одну сторону и в другую с другой стороны от этой серединки. Теперь я их прикалю иголочками. Иголочками прикалываю. Вот. А сверху вот эту ткань буду пришивать. Только я ее разверну в другую сторону и чтобы вот эти меточки вот сюда с краю и ушки прошьются сразу одновременно. Вот такой шов делаю. Одновременно пришиваю мордочку и ушки. Вот я прошила. Ушки у меня немножко торчат здесь. Отворачиваю ткань. Это будет мордочка мышки. Ниточку потом уберу лишнюю. Вырисовывается уже. Теперь я я пойду сейчас заглажу здесь. Обязательно нужно загладить. Вот такая у меня мышка получается. Кладу на изнаночную сторону и на нее настилаю немножко синтепон. Куски у меня есть от лоскутных одеял. покрывал вот так выкраиваю. Переворачиваю и снова все скалываю иголочками. Потому что я стягать буду вместе с синтепоном. надо иголочками заколоть все, чтобы не сдвигалось ничего. Прострочу сейчас покажу как получается. Так, сейчас. вот что у меня получилось. Я прострочила мордочку я не стала стягать. Строчку положила вот так. Вот так по кругу. Тельце только мышки простигала. Мордочку не буду. Пусть гладкая будет. Здесь будут глазки, носик, поэтому не надо ее стягать. Теперь я эту мышку должна вывернуть вот так сложить пополам. конечно, можно лишний синтепон весь обрезать вот здесь, чтобы он нам не мешался. Вот так мордочку кладем друг на друга, сворачиваем вот эту выкруечку и здесь прокладываем строчку. прошила. Теперь нужно мне это все вывернуть. Чтобы носик хорошо вывернуть, я воспользуюсь ножницами, чтобы носик такой остренький был. Нужно крючком помочь. а крючок за синтепон цепляется. Не надо. Крючок надо толстый тогда брать. Сейчас иголочкой поправлю. Вот она моська мышиная. Вот она моська мышиная. Смотрите, какая получается. Если кто хочет, чтобы мордочка была побольше, значит розовую ткань брать не 7 сантиметров, а побольше. Потому что в шов уходит и она становится поменьше. Теперь мне нужно ее набить синтепоном, остатками синтепона полностью набить. Это же у нас будет игольница. Сейчас набью синтепоном. Ну вот набила я мышку. Это же будет у нас игольница мягенькая. В интернете я видела мышек таких они просто вот так зашивают по тайным швам вот здесь зашивают и сюда вставляют хвостик. А я решила что я буду здесь собирать вот так. Для этого мне нужна иголка с ниткой. Я уже такие мышки делала несколько штук. в две ниточки и вот так через край делаю стежки примерно через сантиметр расстояние. Через край по всему кругу так надо прошить. Вот что у нас получилось. Видите я прошла по всему кругу а теперь мне нужно это все стянуть вот так. и у нас уже вырисовывается тельце у мышки. Стягиваю все вот здесь чтобы вот здесь как можно меньше было расстояние вот это все 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 соединить друг с другом нужно. Ну и ниткой подшить закрепить закрепить все нужно. Так теперь мне нужно будет найти сюда пуговичку не очень большую среднюю и связать крючком из ниток черного цвета я буду вязать хвостик и пришьем сюда не отрываю нитку пока буду искать пуговицу. вот нашла остатки пряжи темного цвета ну вот такой кончик отрежу примерно тоже сантиметров 15-16 здесь завяжу узелок еще раз и и попробую этот узелок вставить внутрь то что мы здесь собирали внутрь мышки и подошью его чуть-чуть можно можно конечно так уже оставить но я все-таки хочу сюда пуговичку пришить чтобы вот этого безобразия не было видно здесь пришиваю пуговицу по кругу так стараюсь прихватить ткань мышки вот так и все и закрепляю ниточку отрезаю вот такая у нас мышка получается теперь нужно ей сделать нужно ей глазки и носик сделать у меня есть так думаю что глазки вот в этих местах буду делать пометила иголочкой ну вставила черную нитку но она толстая поэтому иголку большую взяла толстую но зато она с большим ушком одну вытаскиваю так ниточку без узелка протягиваю почти до конца второй стежок делаю наискось к этому к первому вот теперь иголку вот так держу и делаю пять витков ниток на иголку раз два он выскакивает раз два три четыре пять и теперь мне нужно иголочку вытащить в эти стежки каким-то образом хоть она и толстая но получилось вот что глаз у нас какой получается затянуть покрепче проткнуть через ткань и вылезти иголочкой там где будет второй глаз чтобы мы не отрывали нитку вот один глаз готов здесь также делаем несколько стежков один второй и также обвиваем иголочку пять раз раз два три четыре пять и вытаскиваем придерживаем пальцами нитку и вытаскиваем иголку через эти витки так второй глаз у нас получился теперь вставляем сюда иголку и надо нам выйти на нос не обрывая ниточки внутри на носик выйти вот он протыкаем вытаскиваем подтягиваем все мышка у нас уже смотрит теперь делаем ей носик несколько стежков черной ниткой здесь уже без виточков просто так так а теперь теперь я делаю вот так здесь петельку оставляю и с этой стороны тоже петельку сейчас сделаю это у нас будут усы мы их разрежем и они будут торчать усики закрепляем ниточку вторая мешается закрепляем здесь сверху не будем обрывать а протыкаем через нос вниз и здесь ее обрежем здесь ее обрезаем корень она потом не будет видна туда внутрь уйдет и не будет видна теперь усики мы разрезаем смотрите какие у нас у мышки усики получились вот вот такая мышка у нас символ года и хвостик у нее есть внук увидел такую мышку у меня и говорит бабушка мне тоже такую мышку надо я говорю а зачем а я говорит киске нашему дам он будет играть я говорю киска ее всю разорвет а это игол как иголочница можно за хвостик в машине повесить ну в общем учитесь пробуйте делайте мышек символа года дарите своим знакомым вот хвостик у нее такой всем всего хорошего доброго желаю в наступающем году подписывайтесь на меня ставьте классы еще что-нибудь вам покажу и расскажу